Что? Как получить загранпаспорт, проживая в другом городе? Куда собрались опять? Вот дома не сидится, а? Звучит сложно, решается просто. Обычно паспорт по месту постоянной регистрации можно оформить за месяц. При наличии временной прописки процедура затягивается до 4 месяцев. Это главное отличие. Все остальные шаги похожи. Что понадобится? Паспорт гражданина Российской Федерации и его копия. Заявление заполнено в установленной форме. Причем для паспорта старого образца принимают заявление, заполненное вручную. А для получения удостоверения личности нового образца оно должно быть только в электронном виде. При этом все буквы должны быть заглавными. Это не маленькие, значит, а большие, да? 4 фотоснимка для документа старого образца и 2 фото для нового. Успеваете записывать? Копия всех заполненных страниц трудовой книжки. Справка из военкомата, военный билет, если он есть. Доказательство оплаты госпошлины. Просроченный или недействительный загранпаспорт, если таковое имеется. Пенсионное удостоверение, если оформляет пенсионер. Следство о рождении для детей. Куда обращаться для получения загранпаспорта? День, ну что вы тут? Документ нового образца можно сделать в миграционном отделе управления МВД. Сотрудникам передают необходимый пакет документов, и у них же проходит дактилоскопия. Это когда пальцы вот так берут и прижимают твои. Сделать такой же загранпаспорт можно с помощью МФЦ, даже если он находится в другом неродном регионе. Центры работают по принципу одно окно, причем не требуют дополнительные документы. Специалисты правят сами запросить в других ведомствах недостающую бумагу. Однако для дактилоскопии все равно придется обратиться в соответствующую структуру. Подают заявление на выдачу загранпаспорта и через госуслуги. Все документы отправляют в этом случае в электронном форме. Там же платят госпошлину, заведителю останется только в назначенное время явиться за оформленные документы. Все понятно? Следующий. Так вот, Дин, еду я, значит, в электричке, подходит ко мне, говорит, ручку хотите купить?